Только что я общалась с интересным человеком, консультантом в области IT, с которым меня познакомили, потому что они как раз придумали систему распознавания эмоций клиентов и даже пытались это ввести. То есть они ставят на ресепшн камеру, и эта камера начинает считывать и обрабатывать эмоции всех приходящих, и потом они выдают какой-то анализ. Человек задает ему сразу же массу вопросов. А что вы с этой информацией делаете? Как она соотносится с законами, которые у нас сейчас существуют? Ну, по крайней мере, тоже самый закон о защите персональных данных, ну и так далее, и так далее. То есть это еще должно как-то регламентироваться. Потому что одно дело запустить это все, другое дело, что с этим совсем делать, и для чего этот анализ потом вам нужен. Если чуть-чуть психология, значит, 16 психотипов. Вот я могу сама лично без тестов идентифицировать 16 психотипов. Если ко мне приходит человек из-за определенной, да, вот я вижу, да, уровнем тестостерона, так скажем, да, уровнем агрессии, и он находится в этом сейчас состоянии, или он в стрессе, да, то что дальше с этим? Ну, идентифицировали мне его как человека, да, в стрессе. С плохой, печальной эмоцией. Вот он поговорил на ресепшене, стал лучше. А дальше что? Что с этим делать? Соответственно, цели, видите, все-таки цели, то, для чего мы это делаем, что мы хотим? Обучить персонал, изменить систему обслуживания, да, может быть, изменить систему мотивации персонала на основе полученных данных с помощью, да, вот этого нашего интеллекта, искусственного интеллекта. Какие цели мы преследуем? Дальше мы говорим о бизнес-индействии.